Меня зовут Екатерина. Я постоянный житель данного поселка. Хотела бы, конечно, поздравить всех с наступившим Новым Годом и пожелать нам всем, чтобы в текущем году наша жизнь двигалась в сторону комфорта, ну, естественно, у каждого благополучия, чтобы мы в нашем поселке ощущали только положительные эмоции. Чего бы мне хотелось увидеть в нашем поселке? Я каждый вечер с семьей, так же, как и многие жители ДНП, возвращаюсь в дом. Мне бы хотелось приготовить ужин, принять душ. Не всегда данные желания бывают осуществлены. Почему? Потому что у нас достаточно часто отсутствует электричество. С водой вроде как вода есть, но ее недостаточно для того, чтобы можно было принять душ. Меня зовут Елена. Мы с семьей живем постоянно в поселке. У нас есть участок, 10 соток и дом в третьей очереди. По профессии я юрист. Я занималась юридическим сопровождением бизнеса. Моя работа заключалась в снижении риска. То есть, когда подписание каких-либо документов несло убытки для предприятия. У меня нет конфликта с управляющей компанией. У меня есть к ним вопросы. При покупке участка нас устроило, что мы заплатили 140 тысяч за сотку, а 700 тысяч это был целевой взнос за инфраструктуру. И эта инфраструктура уже была видна. То есть, широкие дороги, КПП наличие там. Более того, Юра позиционировала развитие поселка, в том числе вплоть до тротуаров. Понимаете, было не жалко вот эти 700 тысяч на начальном этапе для того, чтобы видеть. Вот у меня есть счетчик, вот они есть 10 киловатт. И первое, когда прозвенел звоночек, это когда начали отключать свет зимой. А почему у нас часто бывает отключение электричества? С отключением электричества у нас банальная ситуация. У нас не хватает мощности нашей трансформаторной подстанции. И в очередной раз после выключения света я дошла до КПП-1. Там сидел, скажи по Виктору Ивановичу, и я у него спросила, что со светом? На что мне Виктор Иванович грустным голосом сказал, что вы хотели у нас трансформаторная подстанция 500 киловатт. А что это значит? А это значит, что если у нас 181 домогладение, вы просто 500 разделите на 181, вы получите 3 киловатта пикновую нагрузку. И решить это своими силами на текущий момент мы уже не можем в принципе. Потому что нашу подстанцию мы отдали в снабжающую организацию, непольская электросетевая компания, которая и должна решать этот вопрос. Но для того, чтобы она решала этот вопрос, мы должны заявлять о том, что нам не хватает, подстанция не справляется. Делать это должно в правлении наше. Поэтому, собственно говоря, вот получается уже первая несостыковка. А сколько у вас дом квадратов? У нас дом 200 квадратных метров. У нас 3 этажа. То есть на 200 квадратных метров вам нужно 9 киловатт. И у нас при этом 3 контура. Ну, отсутствие электричества – это, естественно, отсутствие приготовления пищи. То есть это какой-то фастфуд, который мы можем приобрести не очень далеко от дома. Некоторые люди в чате пишут, что я увеличил до 25 киловатт, и у меня должно быть все нормально. К сожалению, хоть 30 у тебя будет, хоть 50 киловатт. Это не будет играть никакой роли, потому что электричество в ваш дом попадает через трансформаторную подстанцию, которая построена на определенную мощность. Здесь необходимо работать в этом направлении. Катя, насколько я знаю, ты хочешь баллотировать свою кандидатуру в качестве председателя нашего ДНП. Как ты видишь наше дальнейшее развитие? Для того, чтобы говорить о развитии, нам сначала нужно полностью составить реестр. Что у нас есть, в каком это состоянии. Потому что на текущий момент мы не можем сказать даже о состоянии каких-то благ поселка. Например, мы даже не знаем, на кого оно оформлено, кому оно принадлежит и есть ли оно вообще на балансе ДНП. Потому что все вопросы у нас остаются без ответа. Второй звоночек, который, в общем-то, прозвучал, это когда перед собранием прислали документы. Там был проект устава в новой редакции и регламент заочного голосования. И основным документом для любого юридического лица является устав. Это как у человека вот паспорт есть. Соответственно, почитав 217 закон, почитав новый проект устава, меня не устроил сам документ по своей сути. Мы предоставляли этим документам правлению право кредитоваться. Да, там была указана сумма 5 миллионов. Но если вы разделите 5 миллионов на 181 домовладение, вы получите порядка 30 тысяч рублей. То есть, по сути дела, члены ДНП берут кредит на себя. Я не очень понимаю, зачем, какая цель этого. Если у нас инфраструктура есть, нам ничего дополнительно нет необходимости делать. И третий момент, очень сильно рисковый, это пункт, который касается того, что каждый член ДНП отвечает за убытки ДНП, связанные с кредитованием. Вот этот вот пункт, он ставит в прямую зависимость неисполнения по кредиту самим ДНП и членам ДНП. Грубо говоря, если правление ДНП кредитуется, и возникают какие-то неблагоприятные условия, то банк в конечном итоге придет к вам и будет взыскивать с вас. А кто вы, как член ДНП? Вы обладаете ликвидным имуществом. Это что? Это земельный участок и дом. И ваше имущество очень легко взыскать. Понимаете? И вот это мне тоже непонятно, зачем такие условия для членов ДНП внесены в устав. Поэтому вот это вот достаточно такие серьезные риски, которые могут коснуться каждого. Еще, чтобы хотелось в поселок улучшить, скажем так, нужно сделать прозрачную бухгалтерию. 4100 вот конкретные, да, что конкретно я оплачиваю. Вот вы знаете, есть квитанции, да, когда вы платите квартплату в городе. И вот в этой квитанции есть все. Вплоть до радиоантенны. Чтобы мы понимали, что мы собрали вот конкретную сумму, мы именно эту конкретную сумму и потратили. Не закладывая туда какие-то мифические проценты, просто увеличения, плюс там процентная несобираемость, плюс еще что-то. И по итогу вроде как даже с этими увеличениями нам еще и не хватило. Та смета, которую прислало правление, да, она предусматривает бюджет месячный на 30 дней в месяц. 675 тысяч. И этот бюджет, он делится на две части, грубо говоря. Первая часть – это содержание, да, допустим, обеспечение там КПП, вывоз мусора, там, освещение внутри, да. Оно составляет 327 тысяч. 347 тысяч мы платим за управление. И у нас не огромное предприятие, допустим, производство, у которых там, я не знаю, заводы целые, да, вот это действительно крупное производство. Мы маленькие. Нам нужно обеспечить буквально там несколько договоров, да, с ежемесячной оплатой для того, чтобы обеспечить содержание. Так а куда ушло? А не интересно, куда ушло, понимаете? Если вот такой уровень документов, куда ушло? И на этот вопрос мы пока не можем получить ответ. Что ты считаешь по вопросу безопасности в нашем поселке? Как оно обеспечивается для нас? Ну, мы все помним события прошлой зимы, когда говорилось о том, что у многих жителей вскрывали дома. Это все говорит о чем? Это все говорит о том, что ни один житель ДНП не может чувствовать себя в безопасности. Когда же выяснилось и следующее обстоятельство, что наше охранное предприятие у нас охраняет только шлагбаум. Камеры, которые у нас стоят на определении скорости, они фиксируют только скорость и ничего более. Ну, то есть это вроде как полезно-бесполезная штука. Пока у нас находится брешь в заборах вокруг ДНП, смешно говорить о том, что у нас есть какая-то охрана. Катя, ты не могла бы немного рассказать о себе, чем ты занимаешься? У меня семья, двое детей, муж. Я работаю в крупной строительной компании. В компании я раньше занималась вселением людей, а также решением конфликтных ситуаций. Сейчас я занимаюсь договорами, регистрацией договоров. И, в принципе, считаю, что можно с любым человеком найти общий язык. И, исходя из этого, можно, например, составлять план развития поселка на ближайшие несколько лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!